Привет, народ! Находимся сейчас на Майдане, где у нас одновременно несколько событий происходит. Первое это, вот видите, у меня за спиной митинг оппозиции белорусской БЧБ оппозиции насчет того, что... А он у нас есть же... насчет чего? У нас каждое воскресенье митинг белорусской БЧБ оппозиции. Де-факто, какая они оппозиция? Они выборы выиграли, у них выборы просто украли. У них выборы украдены, вот этим вот синемалым безумцем. Но что можно поделать? Люди вынуждены ютиться в Киеве, силовым образом захвачена власть в Беларуси. И вот люди, которые выиграли с большим преимуществом выборы, вынуждены находиться за границей просто потому, что кто-то захватил власть. Не будем говорить кто, хотя это был усатый слоненок. Каждое воскресенье в Киеве здесь встречаются белорусы. Тут дело в том, что они встречаются на самом деле немножечко не здесь. Вот это мы возле главпочтам-то находимся на Майдане. И белорусы вот вокруг глобуса этого стоят. Обычно они встречаются вот, где стоит другая группа товарищей, вот у меня за спиной. Там, видите, там и полиция, и некое сооружение, напоминающее, являющееся Минаро или Ханукой точнее, да, еврейское. Так вот, на месте, где раньше собирались в Беларуси, теперь вот такое вот сооружение стоит. И вокруг этого сооружения довольно жаркие споры, потому что не получено, насколько я и знаю, вот на ситуацию на сию минуту. Его должны сооружение это открывать в 5 часов сегодня вечера. А вот разрешение на установку малой архитектурной формы на Майдане на Залежности никто пока что не предъявил. Есть разрешение на проведение митинга, а вот разрешение на установку малой архитектурной формы, насколько я знаю, на данный момент я не видел. И, собственно говоря, собралась тут группа народу, которая требует, чтобы эту штуку не устанавливали и чтобы ее демонтировали. Как такую, которая является незаконной. Принимать, я еще раз говорю, чью-то сторону я не собираюсь в этой ситуации. Если разрешение есть, это один калинкор. А вот если разрешения никакого нет, если разрешения нет, то дело швах тогда. Почему? Потому что я тоже тогда захочу поставить что-то, например, на Майдане, не обладая никаким разрешением. Мне это позволят сделать? Конечно же нет. Потому что это незаконно. Ну и так и любому другому человеку, который хочет на Майдане что-либо поставить, без соответствующих согласований ставить. Ну это абсолютно очевидно. Невозможно, никак нельзя. То есть, пока что ситуация такая довольно патовая. Ханку, одни хотят устанавливать эту ханку, чи как она там, минора. А другие горят желанием ее, как сказать, демонтировать. И вот каждый на своем, между ними там полиция. Короче, должны быть документы на все. Ну а возвращаясь к белорусам, вот они стоят здесь, у меня за спиной. Вот, посмотрите. Как и каждую неделю, каждый их выход приурочен к какому-либо событию, которое происходит у нас, или у нас в Киеве, или за границей, или же в самой Беларуси. И на этот раз вот годовщина как раз белорусского восстания против красных, если я так не ошибаюсь, в 19-м году, когда белорусы сформировали свои воинские части для восстания против красных, для установления белорусской государственности. Но, к сожалению, они тогда проиграли то, что так же, как проиграли красным мы в тот момент. Ну ничего, все еще впереди, не надо отчаиваться, ребята, вы еще победите, это обязательно произойдет. Ну а пока что на Майдане, на Майдане, как на Майдане. Тут всегда весело, шумно, и всегда у кого-то какие-то к кому-то претензии. Это нормально, это демократия.